Поливинил хлорид или просто ПВХ это прочный материал, схожий с пластмассой. Перчатки из ПВХ защищают от влаги и даже от химикатов. На них полагаются рабочие самых разных профессий, от рыбаков до рабочих нефтеперерабатывающих заводов. Производство перчаток начинается с раскроя фланелевой ткани. Используя гидравлический раскроечный станок и различные резаки, рабочие раскраивают 20 слоев фланели одним движением, получая заготовки для производства хлопковых перчаток. Они поступят в продажу либо в таком виде, либо будут использованы в качестве подкладки для перчаток из ПВХ. На следующем этапе перчатки сшивают. Ловкая портниха сшивает одну перчатку всего за 30 секунд. Затем к перчатке пришивается манжета, изготовленная из эластичного трикотажа, смеси хлопка и лайкры. Портних работает так быстро, что нам пришлось попросить ее продемонстрировать нам процесс в замедленном темпе, чтобы мы могли увидеть движение ее рук. Во время шитья хлопковые перчатки, вывернутые наизнанку, эта машина выворачивает их на лицо и сразу надевает на форму. Эта машина расправляет и прижимает перчатку к форме. Перчатки подают на ленту конвейера внизу, которая передает их дальше, где их осматривает и раскладывает по парам рабочих. В другой части фабрики рабочие готовят смесь ПВХ. Рецепт зависит от модели перчатки, но, как правило, состоит из красителя и 5-8 химических добавок. В смесь добавляют антибактериальные и антигрибковые вещества, борющиеся с запахом от пота рук. Для нанесения ПВХ рабочие вкладывают в большой палец перчатки металлическую форму, после чего надевают ее на форму в виде руки, но без большого пальца. Не будь рука и большой палец формы раздельными, снять перчатку, не порвав, ее было бы трудно. Подкладка проходит через так называемую опалочную машину, работающую на пропане, которая сжигает пыль и торчащие нитки. После этого форма с фанелевой подкладкой окунается в чан с ПВХ. Чан поднимается вверх, покрывая подкладку ПВХ. Когда чан опускается, излишки стекают с формы. Затем перчатки вращаются под инфракрасными лампами в течение 45 секунд. Вращение равномерно распределят ПВХ, чтобы оно не скапливалось на кончиках пальцев. Тепло обеспечивает равномерное просушивание. После второго слоя перчатки выдерживаются в печи и на пропане в течение 20 минут при температуре 190 градусов. После этого они попадают в охладительную камеру на 5 минут. Для моделей более плотных перчаток на первый слой ПВХ наносят кусочки ПВХ, пока он еще не застыл. Когда перчатки проходят через печь, кусочки ПВХ надежно вплавляются в поверхность. После охлаждения ПВХ высыхает и твердеет. Теперь в перчатках можно работать.